всем привет меня зовут денис алкоголик моя домашняя группа группа альтернатива в городе батьям в израиле есть такой город и дата моей трезвости 13 февраля 2013 года то есть у меня есть семь с половиной лет и там сколько-то дней сегодня там еще дня три-четыре извините пожалуйста что я прям так из машины я не успел доехать домой меня на работе задержали потому я в таком остановился на обочине и буду с вами разговаривать в походных условиях я надеюсь не мешает спасибо большое что позвали группа апельсин мне знакомая группа я слышала это название то есть такие группы которые попадаются там где-то фейсбуке на словах там как то что вы для меня мне как это сказать честь для меня до что вы меня позвали что вы даете мне возможность делиться опытом кроме того я очень люблю киеве киевлянин давно вот в прошлом году там был давно уже уехал скучаю по нему очень сильно на мой взгляд это самый красивый город и если бы я сегодня мог выбирать вот где бы ты хотел жить я бы хотел бы жить в киеве сегодня так что мне вдвойне приятными вдвойне волнительно по этому поводу так что еще раз спасибо что позвали мне предложили выбрать тему и я наверное я поговорю о том что о применении шагах каждый день да о том что как и как как 12 шагов работаю для меня на ежедневной основе вот сегодня до всем все вы всем с половиной лет трезвости постараюсь очень коротко сказать о том как я пил чтобы получить идентификацию да чтобы вы поняли что я имею право говорить об этом на балка лизме я родился в городе сумы это вы наверно знаете из такой город в украине мне 44 года то есть я родился там в конце 70-х 80-х года не нравилось мне и мне очень тяжело было спец подключаться к людям присоединяться я тяжело да тяжело общался тяжело дружил мне сложно было в школе я не находил общий язык в компаниях каких-то да и вот недавно было 30 лет день гибели цоя вот в день его гибели мы я впервые попробовал свой алкоголь 30 лет назад и я сразу много выпил то есть мы сразу купили три бутылки портвейна 07 на двоих по моему да или что такое мы сразу много выпили сразу там блевали я прекрасно простите за подробности помню испачканные белые штаны там и туфли и я первый раз когда выпил я выпил как алкоголик да я выпил явно больше чем этого требовала ситуация но почти практически с первого раза я понял что эта штука волшебная штука она дает мне все то чего мне не хватает на то есть выпив я сразу стал смелым сразу стал там веселым сразу стал вышла на какую-то эмоциональную волну с друзьями я сразу подключился ко всему что происходит да мне сразу стало море по колено там и все остальное да как говорит мой товарищ я стал шварцнеггер жан-клод ван дам да и все это в одном лице во мне это все объединилось стоило мне немножко выпить и я это запомнил да я это запомнил и я стал этой этим чудесным средством алкоголя пользоваться а то есть я стал пить так часто как ему я был тот человек который не целовал инициировал выпивки которые там организовывался банту и звонил друзьям и ну чё давайте что там сегодня вечером да у кого что как вы понимаете ну восьмидесятые ранние девяностые сильно не побухаешь денег лишних нету да и ну я был пионером был комсомольцем да то есть это все не так все просто было но мне это не останавливало я вплоть до того что я ну это в спикерских рассказываем я воровал сахар дома у мамы и меняли на самогон на рынке или этот самогон покупали там там собирали вплоть до того что бутылки собирали там да сдавали и пили вот позднее я я учился вот потом я переехал в киев я учился в вузе я пробухал все четыре года в вузе я был как в истории била написано на некоторых экзаменах я был настолько пьян что я вообще не собрал что происходит я я не знаю каким образом я закончил этот вуз красным дипломом да но на самом деле основное время я пил в этом вузе да и я всячески всячески создавал для этого все возможные ситуации для того чтобы пить кстати сказать забегая немножко наперед ну я был уверен что пьют все я был уверен что постоянно где-то что-то собирается выпивать в том числе среди моих друзей и знакомых я сегодня вот семь лет с половиной трезвый я могу сказать что те люди которые пили вокруг меня сегодня пьют гораздо меньше это я тот человек который провоцировал всегда я был тот человек который предлагал я точек который заливал вплоть до того что мне жена сейчас говорит ты продолжаешь меня вино заливать то есть она садится на ужина и наливает себе там бокал вина да или там на палец вина в бокале да а я тот человек который и второй наливает своей рукой она и зачем ну и кто тебя просил то есть вот это вот моя моя вот это вот алкогольная манера наливать заливать запихивать в людей этот алкоголь да я я вот вот так я пил да то есть я тот кто согласался соглашался бежать на например там есть двое-трое готовых выпить но это же надо ехать куда-то там за покупать я я сбегаю я все бы сейчас все будет только давайте бухнем на вот это вот-вот-вот так я пил и я пришел к тому что в ранних двухтысячных там даже тысячи пятый седьмой год я уже попадал под капельницы я уже мне уже врачи сказали тебе пить нельзя у меня уже жировые изменения печени у меня высокое давление скорая помощь и там и все остальное и мне все уже сказали что пить не надо больше ты пьешь часто ты пьешь много ты становишься неприятно агрессивный ты ездишь за рулем а я действительно ездил за рулем бухой и и жена у меня постоянно просила не делать этого на разобьешься фиг с тобой но ты заберешь кого-то с собой да то есть ты ты будучи пьяный ты ладно ты убиваешься сюда но ты что там машину какую-то врежешься там да и все остальное не слушал ее да и продолжал бухать вот и самым таким можно сказать тяжелым для меня годом с точки зрения ну вот пиком или дном или как угодно это можно назвать это был 2012 год где за первые полгода меня скорая помощь забирала шесть раз шесть раз меня отвозили на приемный покой откапывали то там три четыре пять часов под капельницей и я каждый раз себе клялся божился что больше я не буду пить я выходил и шел пить опять через два-три дня один раз я даже пошел пить в тот же самый день то есть я вышел и буквально перешел через дорогу и пошел в киос за бухлом я твердо то есть я много раз принимал твердое решение больше не пить то есть я прям все я все понял все это уже слишком и нифига себе меня надо откапывать от алкоголя не 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 я все понял все больше не буду да еще поклялся побожился сам себе и сам это поверил проходит сутки двое и что мне будет уток на пивов то что мне будет от бутылки пиво да я хорошего возьму да я чешского дэйм кую я возьму маленькую водочку финскую холодную да и закушал вот вот я сегодня знаю что это называет алкогольное мышление я сегодня знаешь ты алкогольное мышление характеризуется как будто провалы в памяти его а тут у меня была драма какая-то, и тут у меня было вот стресс, плохо там тошнит, и через несколько часов как будто кто-то мне отрезал, как будто кто-то вытер вот эту связь между мной и тем, что произошло. Значит, я, как я уже сказал, я сегодня знаю, что вот этот эффект, вот этот феномен, да, я, вот этот самообман, это свойство алкогольного мышления, да. С одной стороны, я четко и однозначно для себя принимаю решение, что я больше не буду пить, и через несколько часов я себе говорю, ну, я немножко выпью хорошего пива. Вот этот самообман, это свойство алкогольного мышления, да, я не знал, что это особенность психики, я не знал, что это какое-то болезненное состояние мое, ну, в плане болезненный процесс какой-то, да, я думал, что у всех так и есть, да. Оказывается, люди принимают решение, там, не пить, да, или не есть мед и не едят. Вот, у меня есть пример, я сегодня, диагностировали у меня диабет, ну, не сегодня, ну, вот, в нынешней моей жизни, да, я принял решение не есть сахар, я не ем сахар. Я ем сахарозаменитель, да, я, там, избегаю каких-то сладостей и все остальное. Я принял это решение, у меня нет с этим проблем. То же самое решение я принимал с водкой, через два часа я себе говорил, да ладно, съем, съем, ну, говоря языком сахара, я съем немножко, да, я съем пол ложечки сахара. То есть, вот это, оказывается, это, вот это одно из, один из элементов моей болезни, который убивал меня, да, который меня каждый раз подталкивал к этому. Также я сегодня знаю, что я патологический, ну, как часть, как часть моей болезни тоже, я патологический лгун. Я постоянно обманываю, приукрашиваю, я постоянно, я постоянно рассказываю какие-то истории, которых не было, меня люди постоянно ловят на лжи, да, есть такая поговорка, человеку, который много врет, нужна хорошая память. Так вот, у меня была плохая память, я постоянно врал, да, по этому поводу. И не по этому поводу, а по поводу и без повода. И это сделало мою жизнь очень трудной. Да, я постоянно должен был помнить, кому я что сказал, кому я что пообещал, я постоянно выдумал какие-то истории, притом часто истории эти не имели никакого смысла. То есть я мог пойти за хлебом и сказать, что я пошел за молоком, да, то есть бессмысленная ложь такая. Вот, и почему я об этом говорю? Потому что в тот момент, когда я пришел в точку, когда я хочу бросить пить, я просто думал, что это вопрос захотеть. Я просто думал, что это, ну, вот нужно вот все отказаться от этого. И я понятия не имел, да, что такое на самом деле алкоголизм. У меня было так называемое бытовое представление об алкоголизме, что алкоголик это тот, кто пьет, напивается, там, дома не ночует, вещи ворует, там, спит в кустах, там, и все остальное, да. А если я, там, езжу на машине, хожу в чистой футболке, и дома не ворую, там, да, и жену не побил, в тюрьме не сидел, так я не алкоголик. Вот, сегодня благодаря программе, благодаря сообществу анонимного алкоголика, я знаю, что алкоголизм это болезнь, у которой есть конкретные признаки, у которого есть конкретные симптомы, да. И один из них это вот хочу бросить пить и не могу, да. И второй это я не контролирую количество выпитого. То есть я принимаю решение выпить банку пива, выпиваю 15 банок пива. Я хочу выпить рюмочку водки, выпиваю 20 рюмочек водки, да. И я постоянно вот этот момент упускаю, когда я думаю, ну, выпей банку пива, потом выпиваю первую, думаю, ну, ладно, еще одну. Подожди, ну, ты же себе пообещал выпить одну баночку пива, зачем же ты пьешь еще одну? Я как будто передумываю, я как будто принимаю решение, а потом эти решения сам изменяю, да, ну, это же моя голова. Я же это решение изменил, мне можно как будто бы, да. И, опять же, я подчеркну, я не знал, что это ненормальная ситуация. Я сегодня, благодаря сообществу одних алкоголиков, понимаю, что это алкогольное мышление. И что на самом деле моя проблема, да, моя болезнь, она гораздо сложнее и гораздо тяжелее, чем я думал в 2012 году. То есть в 2012 году я был уверен, что вся моя проблема – это то, что я много пью, да, и что как только я стану меньше пить, мои проблемы улетучатся, да, сразу как бы все станет на свои места. Когда мы читали со спонсором книжку, там есть вот эта фраза, там, да, ведомые сотнями формами страха, самообман, ажаловаться к себе. Да, мы расталкиваем локтями окружающих, они платят нам, платят нам тем же. Так вот, в этом есть, ну, в этом очень много смысла на самом деле, да, что в этом есть очень точное определение моей болезни. Я болен эмоционально, то есть кроме вот стороны мышления, да, о чем я говорил только что, у меня есть еще некая эмоциональная составляющая, да, это вот это вот я постоянно чего-то боюсь, я постоянно переживаю за что-то, да, я на что-то постоянно реагирую, я постоянно в какой-то эмоциональном взаимодействии с этим миром, да, и если в предыдущие годы что делал алкоголь? Он создавал вокруг меня оболочку, он создавал вокруг меня мембрану, сквозь которую до меня, ну, не доходили какие-то вещи, да, то сейчас я как будто оголился, да, и все то, что происходит в жизни, да, у меня уже 7 лет нет в моей жизни алкоголя, а я по-прежнему ведом сотнями формами страха, самообмана и жалости к себе. Вот если мы перейдем немножко к теме нашего разговора, да, к тому, что применение шагов на ежедневной основе, и вот взять последние мои, там, 3 дня моей жизни, да, там, 4 дня, у меня есть дочка взрослая, дочке 19 с половиной лет, она служит в армии, и у нее уже около года есть права, и она давно просит машину, да, то есть папа, хочу машину, хочу машину, там, да, и все такое. Я и отказывал, там, да, и денег у нас так нету, там, машину купить еще одну, вот, и в итоге подключились, там, семья собрали денег, купили машину, я там выбрал и все остальное. И в первой же, то есть мы с ней вместе поездили, и в итоге она говорит, я еду сама, да, то есть я сегодня еду сама. И поехала, да, и я с ума сошел, я сошел с ума от волнения, от страха, и я не могу сказать, за что я сильнее боялся, что она сделает аварию, что она испортит машину. То есть я затрудняюсь сказать, мне жаль, чем машину было, да, или дочку, да, что что-то с ней случится или что-то с машиной случится. Я сделал десятый шаг, я звонил спонсору, говорю, слушай, она сама села за руль, поехала, я так волнуюсь, она говорит, да, поехала и поехала, чего ты переживаешь. В итоге она вернулась, там, часа через полтора, и она, да, помяла машину. Она сдавала задом, там, и помяла, там, сзади багажник немножко. Вот, и вот вся суббота моя прошла в шквале эмоций. Я, я жалел о том, что я принял это решение. Я на нее там сдерживался, не ругался, но я, я сильно выражал, ну, по-всякому давал понятие, что мне не нравится то, что происходит. Я в жене высказал о том, что как она, куда она смотрела, что она сама поехала, да, и так далее, и так далее. То есть, простая житейская ситуация, да, простая, ну, родовое событие, так скажем, да, я всегда, вот, меня спонсор научил, я всегда под спонсором это говорю. Вот представь, поднимись над ситуацией немножко вверх, да, посмотри немножко сверху. Молодой водитель, молодая водительница, девушка, 19 лет, села в первый день за машину и немножко ее поцарапала. Это проблема или нет? Это драма или нет? Нет, это обычная житейская ситуация, бывает то, что называется, да, но это, это как бы в жизнях других людей бывает, и пусть бывает, да, в моей жизни это драма, это конец света. Я, я уже там сто раз сказал себе, да, зачем я эту машину купил, да, надо было другую выбрать, да, надо было дешевле купить, да, надо было там еще что-то делать, да, надо было ее за руки вот так остановить себя. Но это яркий пример того, что я по-прежнему ведом эмоциональной стороной своей, да, не разумом, не разумом, потому что если бы разум мне сказал, она жива-здорова, железяка помялась, фиг с ней, мы специально покупали машину, чтобы она училась ездить. Это значит, что очевидно, что будут там, ну, вмятины на ней, да, очевидно, что она каким-то образом пострадает, эта машина. И это нормально, да, и так и делают, специально покупают первую машину, подешевле учиться ездить. И ты знал это внутри себя, я, да, действительно знал это, но когда это случилось, волна эмоций меня полностью накрыла. Я могу сказать, что я сделал штук 6, наверное, десятых шагов. Вечер того дня, на следующий день, я сегодня продолжаю в этом вариться, да, и самое главное, вот я буквально там несколько часов назад со спонсором разговаривал, он говорит, ты попутал основную, как бы, ты упустил основное. Это не несчастье случилось, это случилось счастье. Это случилось счастье, что твоя дочка осталась жива, никто не пострадал на самом деле, потому что помялась всего лишь железка там, да, и все живы-здоровы. И самое главное, она вынесла для себя опыт, да, те слова, которые я ей говорил, езди осторожно, там, не гоняй, смотри, там, да, вокруг себя. Теперь она получила опыт, и теперь твои слова обрели смысл. То есть на самом деле произошло что-то хорошее, а не что-то плохое. И я сам это могу рассказать любому, да, я сам это могу сказать абсолютно любому человеку, подспонсорному моему, да, который ко мне обратился с такой ситуацией. Но в моменте, когда я там оказываюсь, у меня пелена перед глазами, меня захлёстывает эмоциональная сторона, меня захлёстывает страх, меня захлёстывает жалость к себе, да, вот то, о чём книжка пишет, да, я бедный, несчастный, заплатил за эту машину деньги, я, я, она теперь будет помятая, дочка теперь будет переживать, я начинаю это всё переносить, переносить, переносить. И это всего лишь один пример из моей жизни, да, и у меня таких примеров ещё там могу и дальше продолжать, да. Сегодня меня там на работу вызвали, ну, в смысле, там, в офис, да, начальник там немножко сделал мотивационную такую эту самую, да, у меня тоже эмоциональный сразу скачок и пошёл. И о чём я пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать о том, что проблема алкоголя, и, то есть, я называю себя алкоголиком, да, проблема алкоголя в моей жизни нет 7,5 лет. Я не пью, у меня нет желания пить, у меня нет мысли об употреблении, они иногда приходят, уходят, но я по-прежнему называю себя алкоголиком, и я по-прежнему живу с этой проблемой, да. Получается, что само по себе питьё было лишь незначительной частью этой ситуации. Основная проблема – это моё мышление, это моя нечестность с самим собой, мой – это самообман бесконечный, да. Я мог сказать, что с той же покупкой машины, кстати сказать, раз уж мы этот пример разбираем, в чём там был мой самообман, да. То есть, я мог, я мог купить машину в более худшем состоянии, я мог купить, ну, в смысле внешне, да, там, выбирая между двумя-тремя, я выбрал самую ухоженную из них, да. И когда она её поцарапала, я сразу стал себя хавать за это. Надо было всего лишь быть более честным с самим собой, сказать, эта машина всё равно будет поцарапана, да. Меньше заплати, купи машину в худшем состоянии, да. И будешь меньше переживать за это. Но я обманул себя и сказал себе, этого не случится, мы купим красивую машину, она будет хорошо на ней ездить, машина будет ухоженная, да, и красота. Это не честно с самим собой, я обманул самого себя, я никого больше не обманул. Кстати, раз уж мы говорим о самообмане, есть такая ситуация, ну, я, когда человек обманывает кого-то другого, он понимает, что он обманывает, да. То есть, если я говорю неправду своей жене или, там, своему начальнику, я в моменте осознаю, что я сейчас говорю неправду, да. Если я нахожусь в самообмане, то я этого не понимаю. То есть, я, находясь в самообмане, я верю в неправду, и я этого не понимаю. Вот это вот самый большой ужас самообмана, который начинается еще с употребления, да. Что мне будет от бутылки пива? Что мне будет от, там, от маленькой рынки водки? Да никто не узнает. Да я закушу хорошо. Да я там спрячусь. Да я там еще что-нибудь такое, да. Я смогу справиться с этой ситуацией. Вот эти ситуации самообмана, я верю в неправду, и я не понимаю этого в моменте, да. Вот это самая принципиальная разница между самообманом и обманом другого человека. И я в этой ситуации постоянно нахожусь и продолжаю в ней находиться. И именно для этого, для того, чтобы мне сегодня продолжать жить. Ведь вы знаете, когда придя в 2012 году впервые в сообщество, мне сказали, что нам предстоит духовный путь выздоровления, нам предстоит духовное развитие, мы будем жить и использовать духовные принципы, это все выглядело так, как будто я сейчас, ну, чуть ли не духовный сан должен принять. Что я прям сейчас, я сейчас прям таким сейчас стану особенным, да, что прям ого-го. И я могу вам сказать сегодня с уверенностью, что вот это все, вот это вот духовное пробуждение, применение духовных принципов, шаги, спонсирование, это мне нужно не для того, чтобы воспалить каблакам, мне это нужно сегодня для того, чтобы просто жить на уровне среднего обычного человека, до которого я по-прежнему с трудом дотягиваю. То есть я сегодня себе могу сказать, ну, вот я постоянно себе повторяю, ты живешь жизнь обычного человека, простого, да, очень среднего, ты работаешь на обычной работе, ты не там никакая не звезда, ты не какой там не супермен, ты не какой-то там выдающийся человек. Ты живешь обычную жизнь, приходишь домой, сидишь под телевизором, да, ты там, у тебя есть твои подспонсорные, и мне для всего этого нужна помощь, для того, чтобы просто, то есть опять же, на моих глазах моя жена живет эту жизнь без спонсора, без групп, без подспонсорных, без каких-то там молитв, стоя на коленях полу, А мне это все нужно. Мне это все нужно для того, чтобы я мог функционировать на ежедневной основе. И тот же начальник мне сегодня сказал, ты выглядишь измученным и усталым. Что с тобой происходит? Я не могу ему сказать, что я каждое утро встаю в отвратительном состоянии. Каждое утро встаю испуганный, каждое утро встаю сомневающийся, каждое утро встаю неуверенный в себе. И мне нужно встать на колени, помолиться, позвать Бога, мне нужно сесть помедитировать, мне нужно позвонить под спонсорным, мне нужно набраться этих сил каждый день. И мне каждый день это нужно, чтобы прожить всего лишь этот день. И я каждый день живу не то, что это схватка какая-то, но это каждый день для меня маленький подвиг. Для меня каждый день выйти в этот мир, взаимодействовать с людьми на дорогах, в магазинах, для меня это каждый раз как некое такое, я бы предпочел этого не делать, так скажем. Возникает логичный вопрос, нам же обещано быть радостным, веселым и свободным, как же так? Вот, и это удивительная вещь, да, я каждое утро просыпаюсь, я недавно услышал, кто-то спикер какой-то сказал, в базовом состоянии, да, так вот я в базовом состоянии своем, да, я не верю в Бога, я сомневаюсь в программе, у меня страх, жалость к себе, да. Но стоит мне вот проснуться, у меня вот утренние ритуалы мои, да, я первый раз молюсь, потом я там иду, умываюсь, делаю себе кофе, сажусь, медитирую, читаю утренние рассылки, становлюсь на колени после этого, после медитации, да, молюсь, она длиннее молитва, она короче молитва, да. И потом у меня там 8, 39, начинаются звонки под спонсорные, да, и где-то к 10 к 11 я уже летаю, я уже летаю, я уже не помню того состояния вот этого утреннего тяжелого, и это ежедневная ситуация для меня, ежедневная. Я вот каждый раз просыпаюсь утром, думаю, да ну нет, нифига, ну вот ничего не будет, да, и это каждый раз срабатывает, это каждый раз срабатывает, каждый раз наполняет меня силой, каждый раз наполняет меня вот это вот звонки под спонсорным заставляют меня переключиться на какую-то другую волну из нытья внутреннего, из внутреннего вот этого я бедный, несчастный, все у меня плохо на какую-то другую волну, да. Вчера, например, позвонил ко мне человек, вообще незнакомый, говорит, у меня друг в запоре, может быть, вы можете помочь. Город за 50 километров, другой вообще город. Я написал быстро в группу, там, ребята, кто-то есть, кто может подъехать. Нашелся мой подспонсорный, живущий вообще в другом городе, но он там оказался случайно, он туда подъехал. И я настолько в это погрузился, я настолько этим заинтересовался, что все, я прям понимал в той ситуации, что я сейчас занимаюсь вопросом жизни и смерти. Мы сейчас спасаем человека, вот сейчас спасаем человеческую жизнь. Там прям спецназ какой-то, да, поехал туда, он мне оттуда звонит, я ему перезваниваю. Поэтому я звоню этому парню, который ко мне будет. То есть там прям все было задействовано. И в такие минуты действительно я летаю, да, в такие минуты действительно я наполнен верой во всемогущество Бога, да, и в том, что эти чудеса случатся. Но каждое утро это опять начинается сначала, да. И опять же, я могу сказать, что сегодня это, конечно, гораздо легче, да. Конечно, это нельзя сравнить с тем, что было в начале пути. В начале пути это действительно были скачки, настроение очень тяжелое, амплитуды какие-то были такие там от слез до каких-то истерических состояний. Я был успокоительный в начале, в начале трезвости своей. Сегодня это гораздо мягче и гораздо легче сегодня. Да, конечно же, в целом этот образ жизни выводит меня на некий новый уровень в общем, на некую плату, так скажем, да. Но тем не менее, мне каждый день требуется делать что-то по этому поводу. И раз уж мы говорим о применении всех шагов, да, на ежедневной основе, то мне в течение дня нужно несколько раз, вот, да, я почему вспомнил про ситуацию с машиной. И дело в том, что я планировал, да, немножко о чем я буду говорить и вот эта вот ситуация со связью чуть-чуть сбила меня. Ведь ситуация с дочкой, да, о чем там говорит, вот она поехала на машине, да. Я бессилен, я не управляю своей жизнью. Я не управляю своей жизнью, я ее жизнью тем более не управляю, да. Я могу сколько угодно ограждать ее, я могу сколько угодно ездить вместе с ней, но она выйдет на дорогу, там, да, и что-то с ней случится или не случится. Да, это не находится под моим контролем, а очень тяжело принять это бессилие, очень тяжело принять этот факт, что я не управляю своей жизнью, да. Первая часть, первая часть первого шага, да, я алкоголик, с этим у меня нет уже давно проблем, да, я давно это признал и это давно не актуально для меня уже. Ну, как не актуально, в том плане, что я не нахожусь во взаимодействии с алкоголем, а то, что я не управляю своей жизнью и особенно жизнями других людей, да. Это очень тяжелый факт для меня по-прежнему, признавать это, по-прежнему смиряться с этим, да. Хочется ту же самую дочку вместе с машиной, я не знаю, ватку завернуть, в тряпочку какую-то там, да, на веревочку привязать, чтобы все время было под контролем. Она, вы не поверите, она вечером уехала, да, я весь вечер сидел в аппликации, смотрел по локации, куда она поехала. О, зачем она туда поехала, зачем она сюда поехала. Поехала и поехала, это как бы ее машина, ее там жизнь, да. Я весь вечер сидел наблюдал за ней, то есть я никак не мог вот отпустить это все, да. Она дитя Божье, это ее жизнь, это ее, это ее приключения, это ее опыт в конце концов, да. Тут же самое, то же самое второй, третий шаг, да. Я не могу ее защитить, я не могу ее защитить, Бог ее может защитить, да. И если суждено обрести какой-то тяжелый опыт, то она его обретет. Если это минует ее, значит минует, да, но это, это, это Божий, Божий процесс. Я встал на колени, вот и сегодня утром тоже я говорю, господи, защити мою девочку, да. Защити, помоги ей, ну как-то вот не нахвататься какого-то там негатива, в смысле, ну вот тяжелого опыта, да. Потому что мы же понимаем, что можно помять немножко багажника, можно так влупиться, да, что выковыривать будут, не дай бог. Вот, и то же самое четвертый шаг в этой ситуации, да, в какой-то ежедневной, бытовой. Я сразу начинаю себе представлять четвертую колонку, да, я сразу себе представляю, что меня беспокоит. Меня беспокоит вот дочка, ситуация с машиной, да. А в чем моя нечестность? Моя нечестность в том, что она взрослый человек, она служит с оружием в армии, она командует взводом, она ответственная, она сдала на права уже год назад, она нормально ездит, она серьезная, она не хулиганит, она ни в чем не повела себя, как неорганизованный человек, да. Это моя нечестность, да. То есть я эту часть как бы я как будто забываю, я все время начинаю увидеть какие-то другие стороны. В чем мой эгоизм, да. Эгоизм в том, что я хочу, чтобы все было, как я хочу. Чтобы и была машина красивая, и чтобы она под домом стояла, и чтобы дочка меня благодарила и ценила за то, что эту машину я купили, но при этом она на ней не ездила или ездила там близко. То есть я хочу, чтобы было все, как я хочу, да. А в чем моя корость? Я хочу только получать похвалу, благодарность, хочу получать какой-то вот позитив бесконечный в жизни, да. И в чем мои страхи, бесконечные страхи. Страх, что что-то случится с машиной, что-то случится с дочкой, что-то случится там с моим самолюбием, да. Да, я не доучил, я не досказал, я не допоказал и все остальное. То есть это все равно, это по-прежнему все вокруг меня. То есть есть где-то, условно говоря, моя дочка ездящая на машине, а я по-прежнему весь вокруг себя, весь погруженный в себя, свои переживания, свои чувства по этому поводу. Вот. В чем, какой пятый шаг здесь? Да, я должен говорить об этом, я должен делиться, да. Я должен, я не должен это носить, я должен быть с кем-то честным постоянно. Да, я честно звоню спонсору, честно звоню там под спонсором, говорю, слушай, я волнуюсь, я переживаю. Вот она уехала, я не могу себе место найти. Боже, помоги, да. Как я могу пригласить Бога в какую-то ситуацию в жизни, только говоря об этом, только будучи честным с кем-то, да. Только вот эта схема пятого шага, быть честным с Богом еще одним человеком, да, это на самом деле единственная возможность пригласить Бога в эту ситуацию. Да, когда я делюсь с человеком, это своего рода, ну, я перестал это прятать, это перестало быть моей тайной, это перестало быть каким-то вот... Я отдаю это, я отдаю это Богу на его решение. Вот, Боже, вот ситуация, да, занимайся этим, да, как и продолжение шестой-седьмой шаг. Я понимаю, что я переполнен недостатками, включая этой ситуации тоже. Я алчный, я трусливый, я постоянно пытаюсь брать контроль какой-то, да, я постоянно... То есть это все, вы знаете, есть такая практика, ну, некоторые в четвертом шаге пишут список недостатков, да, вот в чем, какие у меня есть недостатки. Ну, ведь так же в четвертом шаге, да, составили список всех наших недостатков. Вот, и я пытался это делать по-разному, я пытался делать разные методики, но в итоге, так или иначе, мы приходим к тому, что четыре, четыре вот этих вот пункта, да, эгоизм, нечестность, корость и страх, вот в это все, ну, все остальное в это попадает, да, какой недостаток не возьмешь, это так или иначе будет либо эгоизм, либо корость, либо нечестность, да. И потому вот в рамках этих вот пунктов я переполнен недостатками. И что мне нужно, чтобы сегодня быть счастливым и свободным? Ведь по большому счету о чем эта история? Это история о том, что я купил машину дочке, и я хотел быть радостным, я хотел радоваться, да, я хотел, чтобы она радовалась, но я не был радостным. Я был напряженный, испуганный, я волновался, переживал, да. И чтобы быть веселым, радостным и свободным, мне здесь нужно было применить практически все 12 шагов. Мне нужно было признать свое бессилие, мне нужно было позвать Бога в эту ситуацию, мне нужно было увидеть эту ситуацию, разложить эту ситуацию, как по схеме четвертого шага, да. Мне нужно было поделиться этим с кем-то, да, ну, ущерба тут, конечно, никакого. Кстати, есть ущерб, на самом деле, ну, ущерб не ущерб, но я всячески дал дочке понять, да, что я вот ее не то чтобы осуждаю, но что я недоволен ею, да, что вот она поехала без моего разрешения, там, помяла машину и все остальное. А ведь на самом деле что главное? Что такое безусловная любовь? Безусловная любовь – это я люблю тебя не за то, что ты делаешь, да, я люблю тебя по факту, так сказать, твоего существования, да, а я вот это вот, ты хорошая дочка, но ты помяла машину, я на тебя сержу, да, ты хорошая, но ты там вот это сделал, а я там тебя не люблю, да. Это уже не безусловная любовь, это уже попытка купли-продажи, это уже торговля, да, я буду тебя любить, если ты будешь хорошо ездить на машине, я буду тебя любить, если ты будешь слушаться. Это я уже плохой отец. Вот это уже плохой отец. Отец так не должен себя вести, я не должен обменивать свои чувства дочки на ее какое-то поведение, я не должен вести себя в соответствии, ну, определенным образом в следствии ее поведения, да, и я ей в итоге сказал, она правда уже уехала, я ей записал голосовое сообщение, что я сожалею о том, что я вот так вот, ну, немножко осердился на нее, и что самое главное, чтобы она была счастлива. Если ей это доставляет счастье, а ей доставляет это счастье, быть вот самостоятельной, независимой, ехать на этой машине, там, включать громко музыку, да, это радость для нее. И вот моя задача, эту радость ей поддерживать, а не опускать, да, потому что все-таки я пытаюсь быть другим отцом, я пытаюсь быть не таким, каким я был раньше, что раньше я приходил домой, и жена закрывала ребенка в дальней комнате, потому что я мог на нее наорать, там, ну, я бить не бил, но я мог там ее покричать на нее, там, понаезжать на нее, цепляться к ней, там, еще остальное. То есть от меня прятали мою собственную дочку, когда я бы уходить домой приходил. Сегодня я стараюсь жить новым способом, другим способом, да, применяя духовные принципы, но я, как вы видите, часто у меня это не получается. Часто моя чувственная, болезненная сторона перехлестывает, и мои переживания начинают быть более значимыми, чем вот этот вот духовный подход к воспитанию, к общению с ребенком. Это даже не воспитание, это уже общение с взрослым человеком, который, как говорит мой спонсор, у Бога нет детей. В смысле, у Бога нет отцовых детей, да, у Бога все равны. То есть перед Богом я и она, мы брат и сестра, мы не папа и дочь, да, потому ей суждено найти своего Бога, ей суждено найти свои какие-то отношения с этим Богом построить, а мне свои, да, и в этом смысле я не должен относиться к ней с какой-то позиции там с высоты или с позиции какого-то там, не знаю, опыта какого-то суперовского, да. Я должен относиться к ней как дитя Божье, которое должно радоваться, быть веселой, свободной. Я только могу ей помочь в этом всем, да, и заканчиваю уже разговоры о детях и о дочерях, и вообще заканчивая мою спикерскую. Самое важное, что я сегодня понимаю про отцовство и вообще про семью, да, что от меня единственное, что зависит, и тут я действительно могу что-то сделать по этому поводу, это создать атмосферу безопасности в доме. Безопасности в том числе эмоциональной. То есть в этот дом должно хотеться приходить даже после того, что ты ударил машину, да, и это часто непросто, да, и вот она принулась домой и говорит, а я ударила машину, я там ехала назад, я не заметила и все. Мне стоило больших сил не загорать на нее. А, как ты могла, да я же просил там все, да. Я, видимо, по лицу было видно, что мне непривязно, но я не стал этого делать. И о чем это говорит? Она в следующий раз придет и скажет другую какую-то. То есть в доме сохранится атмосфера доверия, в доме сохранится атмосфера тепла, сохранится вот та самая атмосфера безусловной любви, что здесь любят меня только когда я хорошо себя веду, а если я что-то плохое сделал, то меня прогонят, да. И ей в жизни еще предстоит много, ну, я уверен, что будут там какие-то любови, какие-то там мальчики, которые будут приходить, уходить, она будет что-то делать в этой жизни. Не все в этой жизни будет гладко для нее, да. Но самое важное, что, на мой взгляд, она должна понимать, что в любой ситуации двери этого дома открыты для нее, ее здесь любят и поддержат. А для меня это непросто, потому что я на эмоциональной своей, как я уже сказал, эффективной стороне начинаю ее ругать, осуждать, наезжать, там, требовать от нее что-то и все остальное. И потому высший пилотаж для меня сегодня, применение духовных принципов, а об этом, кстати, и книга, пишет, да, о том, что для нас основное поле, и первое поле, да, это наведение порядка в собственном доме, да. Если мы не преуспеем в этом, то мы не преуспеем ни в чем. Так вот, для меня в этом смысле, вот прям личный мой, так сказать, планка некая, да, это создание безопасной и комфортной атмосферы в собственном доме. Здесь ни на кого не орут, здесь никого не ругают, никого не вычитывают, не упрекают, не наезжают, да. Это легко сказать словами. Но когда ты только что заплатил, там, какие-то, там, деньги через, там, меньше, чем через сутки машина с помятым багажником, нет слов, да, ну, посмотри, дочечка, я люблю тебя, все нормально, главное, ты жива и здорова, да. Вот это для меня сегодня результат вот всего того, о чем я говорил, да, первого шага, второго, третьего, там, и всего остального, чтобы вот в моменте не кинуться на нее с проклятиями и с руганием, да, а с поддержкой и с теплыми словами, с какими-то. Ну, вот как-то так, такая вот спикерская, посвященная истории про машину, но она на самом деле очень ярко отражает мое сегодняшнее восприятие мира, мое сегодняшнее восприятие 12 шаров и то, что это по-прежнему для меня работает, но я по-прежнему должен что-то по этому поводу делать. Я так понимаю, наше время подошло к концу, я надеюсь, есть вопросы, и потому что в вопросах часто какие-то еще важные моменты всплывают. Я благодарен, что вы послушали меня и готов отвечать на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Денис. Спасибо большое, что поделился. Именно здорово применение вот в реальности, прям вот в живых таких историях, прям вот в живой прям пример. И вот это все, ну, применение этих 12 шагов. И потому что я готовила вопрос по страхам. Ну, в общем-то, ты вот на примере показал, что вот когда страшно, когда что ты смотришь, ну, вот ты все рассказал. И про любовь, и толерантность. У меня вот такой вопрос все-таки. Ну, например, я, когда пришла в сообщество, мне тяжело было что-то на трезвую, вот какие-то действия предпринимать. Потому что я, ну, я насколько помнила себя, вот как ты говорил, ну, алкоголь придавал все силы. Я знакомилась, я там что-то делала, все под алкоголем. И в программе мне, ну, мне лично помогли традиции, вот, применение традиции в социуме. У тебя вот, что ты делаешь, как ты исправляешь вот старое поведение, при помощи каких инструментов, как ты учишься по-новому поступать? Спасибо, спасибо, Александр, за вопрос. Я начну чуть-чуть с другой стороны. Я долго не мог понять смысла слова «принципы». Потому что в русском значении слово «принцип» имеет смысл слова «убеждение». Смысл слова «принцип» — это убеждение, да? То есть человек принципиальный — это человек с убеждениями какими-то, да? Человек, который там красит это плохо, да? Вот принципиальный человек не крадет. В программе «Двенадцать шагов» я с самого начала понял, что здесь в слово «принципы» складывается какой-то другой немножко смысл, да? Применение этих духовных принципов — это что-то не про убеждение, это что-то про другое. И у меня спонсор англоязычный, да, американец, и мы с ним это обсуждали, и он тоже не очень понимал, что мне мешает, пока мы не полезли в словари. И в английском английское слово «принцип» у него два значения. Первое — это, да, убеждение, но второе, а точнее оно в английском первое — это способ поведения. То есть когда они говорят, ну, американцы, да, или англоязычные люди, когда они говорят о духовных принципах, они подразумевают определенный способ поведения. То есть мы живем и ведем себя определенным способом, вот. И, несомненно, это относится и к шагам, и это относится к традициям, да. Что такое, например, первая традиция, да? Мы определенным образом ведем себя по отношению к другим. Мы понимаем, что мы равные среди других, да, первая традиция, да. Что такое вторая традиция, да? Мы понимаем, что люди, которые нами руководят, это всего лишь один из нас, которого мы выбрали, и мы к нему соответствующим образом относимся, да. То есть это про то, как мы строим сегодня отношения. Но это точно так же относится и к шагам, да. То есть точно так же первый шаг — это о чем шаг? Это шаг честности. Я должен вести себя честно на ежедневной основе. Я должен вести себя честно по отношению к себе в первую очередь, да. Потому что мне все время хочется выглядеть лучше, вести себя по-другому. У меня был такой период, у меня был, там, я купил себе черную машину, я носил рубашки, то есть я пытался изображать из себя кого-то, кем я не являюсь, да. То есть я хотел для постороннего человека выглядеть, ну, как это сказать, другого класса, из другого общества человеком, да. То есть прям вот приехала-подъехала черная машина, вышел парень там, футболка там, рубашка там, на пуговицах, туфли, да. О, явно какой-то там преуспевающий бизнесмен. А я им не был, но я хотел им выглядеть. Это не честность с самим собой, да. И так далее, и так далее. Я могу таких примеров еще дальше приводить. И вот моя задача сегодня практиковать честность. Моя задача практиковать честность на ежедневной основе. Я должен быть честным, я должен говорить правду. Это приходит с пятым шагом, это приходит с десятыми шагами. То есть я должен, должен говорить правду, неприятную правду для самого себя. Должен говорить кому-то. Да, то есть я должен сказать, я боюсь, да, я стесняюсь, я волнуюсь, я переживаю. И говоря это раз за разом, да, я становлюсь все более и более честным, мне все легче и легче этот принцип применять. И потому сегодня вот живя и применяя вот эти принципы, которые, кстати, и шаги, и традиции, в каждом из них заложен определенный духовный принцип, они в каждом сложны по-разному, да, и мне, ну, не всегда мне легко с этим. Но я что хочу сказать, я вел, я вел к тому, что все началось для меня с духовного пробуждения. Для меня после девятого шага наступило большое серьезное освобождение внутреннее. У меня ушла то, что называется большая боль. Я жил и тащил эту жизнь как некую ношу. Я жил, и это было бесконечным ежедневным преодолением какого-то сумасшедшей трудности. Мне, мне, я вот просыпался утром, я не мог с постели встать. То есть это было просто, простите меня за выражение, какое-то одно бесконечное говнище, в которое я вообще не хотел иметь дело, да. И мне не было сил говорить с людьми, мне не было желания общаться с собственными детьми. Я учился обнимать дочку. Вот она подходила ко мне, у меня вот руки не замыкались вокруг нее, да. Мне легко было дать ей денег. Вот это мог там, там, ткнуть в нее купюру какую-то там. Дочечка, на тебе там денег, да. Обнять ее, погладить по плечу, спросить, как у нее дела. А потом еще и выслушать. Это было очень трудно. Потому что даже если я мог спросить ее, как дела, то потом еще слушать ее ответы. Это, ну, я не, мне не было на это ни готовности, ни сил. Я был погружен в себя полностью. Все самое интересное происходит во мне, внутри. Мои мысли, мои переживания, мои какие-то там сомнения, фантазии, все остальное. И вот со временем мне это вот после девятого шага, да, вот это вот ушло у меня. Да, я постепенно, я как будто повернул взгляды, взгляды вовнутрь, повернулся внаружу. И это произошло только в результате духовного пробуждения. Я бы никак туда не попал, да, вот сам какими-то усилиями воли. Меня вот реально отпустило. И с тех пор дальше это пошла история вот того самого применения, да, вот ты говоришь, там, тебе больше традиции помогли. Мне, возможно, для меня очень сильно работает вот этот подход, вот эта формула, как бы Бог себя повел. Вот ты не знаешь, как поступить, а как бы Бог поступил в этой ситуации. Вот хочется заорать на дочку, да, а как бы Бог поступил в этой ситуации. Он заорал бы сейчас на нее или обнял бы ее, да. Жена приходит там с работы устала, раздраженная, что-то фыркает там на меня, да. Да, хочется там сказать, да ты там вообще очнись, да ты посмотри, я тут там тра-та-та-та-та-та-та, а ты там, а как бы Бог повел себя в этой ситуации, да. Да он бы ей стакан чая предложил, бы я сказал, да, садись, да, плюнь на эту посуду, да, давай я это сделаю, да. Это не часто нелегко. И я даже самое, такое самое важное, тут нелегко, не то что сказать это, тут нелегко очнуться в моменте. Тут нужно стоять, подожди, вдохни, да, давай вдох-выдох, что происходит, почему она бурчит, да, давай посмотрим на это со стороны. А, она видимо устала, да, дорогая, давай отложим, да. Потому что я вот в этом потоке своих чувств, эмоций, своего мышления, да, я в нем как в реке несусь, я в нем несусь как в каком-то горном потоке, да. И мне успевать поднимать голову и замечать, что происходит, это нелегко, да. Потому что если я сержусь, я уже сержусь. Если я расстроился, там, обиделся, то я уже обиделся, и я уже в этом потоке двигаюсь. Но я знаю сегодня, и мой опыт многократно это подтверждает, что если я в моменте очнусь, подниму голову, позову Бога в эту ситуацию, Боже, что происходит, почему жена сердится, Боже, почему дочка там дверью хлопает, что происходит, да, Боже, приди, помоги мне в моменте, да. Я прихожу, то есть мне сразу даются инструменты с этим что-то сделать. Но для этого есть моя сторона, я должен, я должен очнуться, я глянусь. Вот, я не знаю, на самом деле, мне кажется, я слишком пространно ответил на то, что, на твой вопрос, Александр. Ну, вот как-то так, вот, то, что я нашел. Спасибо за вопрос, я надеюсь, это как-то, как-то было полезно, то, что я сказал. Да, спасибо большое, да, да, конечно, полезно. Практика, как поступил бы Бог, это вообще очень волшебное напоминание. Ребята, задаем вопросы, включаем микрофончики, задаем, листаем единички. У нас сейчас, так как, взятие, сейчас я гляну, как бы не нажать на эту кнопку. Ребята, задавайте вопросы, включайте микрофоны. Сейчас, подожжем минуту. Я-то уже приготовила вопрос. Я-то буду как блогер опять, я от нас, я люблю поговорить, задавать. Это, кстати, было, я секунду перебью. Мы делали такой формат с Димой, с Димой Н, может быть, узнаете, московский такой есть тоже. Вот, и мы с ним сделали такой формат, я ему задавал вопросы. Мы сделали пять встреч, в которых я его бомбил вопросами, он на них отвечал. Это есть записи. Вот, это вот мы просто хотели попробовать не просто спикерская, которая вот говорящая голова, да, а именно вот такой, ну вот, как говорится, ну... Блин, это моя гениальная идея. Да-да-да, ну я... Мне надеюсь, что... Ладно, что мне делать такой формат? Оказывается, уже кто-то пробовал. На самом деле, вопрос, формат вопрос-ответ, это очень хороший формат, потому что бесконечно... Ну, все спикерские, по большому счету, об одном и том же. Я пил, я перестал, это было вот так, стало вот так, да. А вопросы позволяют поднять какой-то пласт очень личный, очень-очень практический. Потому в этом смысле вопросы гораздо более интересные и полезные часто получаются. Ну, вот у меня была такая идея, я думаю, это сам. Ну, вот, значит, мы будем его воплощать. Хорошо, тогда у меня есть вопрос про девятый шаг. Возможно, какой-то интересный или какой-то комедный, или какой-то трагический. Ну, все-таки шаг такой, интересный. Это вспомнить, поделись, всегда интересно. Да, да. Спасибо за вопрос. Вопрос, да, девятые шаги были разные. И в первом заходе, в первый круг шагов у меня было порядка 69 шагов. Всего у меня их было больше сотни или даже полутора, да. И самым неприятным открытием для меня было то, то есть в первом круге шагов все мои девятки, ну, типа следствия употребления. Тут напился, что-то сказал, тут напился, что-то украл, тут напился, там кого-то послал. И это можно было как-то понять, да. А потом пошли девятые шаги в трезвости, да. То есть я понял, что я по-прежнему плохой муж, плохой отец, плохой сын по-прежнему, да. И вот это было очень неприятным пониманием, что я протрезвел, а продолжаю косячить и делать ущерб, приносить ущерб. Это было очень неприятным и болезненным для меня открытием. Значит, был яркий девятый шаг, он может, ну, труднее всего делать девятые шаги близким, да. Но я не буду сейчас в это погружаться, вы все прекрасно понимаете, что мало того сказать жене, я был плохим мужем, да. Нужно каждый день быть хорошим мужем, с этим, конечно, проблема. С той же дочкой, да, и с мамой, и все остальное. Ну, ну, с таких интересных девятых шагов я посчитал, что у меня есть ущерб полиции Израиля, потому что я их там осуждал, я на них там наезжал, я спорил с полицейскими там. И я главное, что я, так как я сам в прошлом украинский, ну, так скажем, полицейский, да, то я всячески распространял у них негативное мнение, там, да, осуждал и все остальное. Вот, сегодня я в нынешнем моем понимании, я бы не посчитал это ущербом, вот, но тогда, вот, 7 лет назад, я, ну, мне казалось, что это ущерб, и я не знал, как его компенсировать, да, просто подойти к полицейскому, сказать, что я там плохо о вас думал, плохо о вас говорил, да, и мне в какой-то там галлюцинации, в медитации пришло понимание, что нужно купить им пиццу, как бы, да, отнести. И вот у нас в городе Батьям, в котором моя домашняя группа, есть полицейский участок, который, типа, как районный, областной, ну, большая, большая полицейская станция, вот. И вот я купил 5 или 6 пицц, вот, стопкой, вот, и с этими пиццами туда приехал, да, трясусь, руки, ноги ватные, подгибаются, я не знаю, как с этим туда войти. И, ну, помолился и пошел, да, и захожу, как бы, подхожу к полицейскому участку, а если вы понимаете, что такое, как бы, ну, Израиль, да, это возможность теракта, это охранники на входе в торговые центры, то есть везде проверяют сумки и все. А тут чувак идет с коробками на вход в полицейскую станцию, да, при том, что, ну, первое, что это вызывает, это вызывает подозрения, да, это вызывает, типа, ну, что за фигня происходит, да. Вот, меня, конечно, остановили на входе, меня проверили документы, они подкрывали все эти коробки, говорят, что происходит, кто-то, я говорю, я к пиццу в полицию привез, они говорят, в смысле? Я говорю, ну, вот я гражданин, хочу просто полицию пиццей покромить. Они говорят, да не бывает такого, ну, типа, зачем ты это делаешь? Я говорю, вот, я чувствую гражданский долг, я, вот, был плохим гражданином по отношению к полиции, да, вот, я хочу исправиться, да, и я эту пиццу им ставлю вот прям на стол, вот. Вот, а они, ну, это, ребята такие, ну, обычные полицейские, там, немолодые, простите, пузатые, смотрят и видно, что им хочется, да, вот, прям теплая пицца, холодная кола, я тут это все принес, но они не, ну, они формально не могут это взять, они позвали какого-то офицера, офицер вышел, говорит, нет, мы не можем принять, я говорю, ну, я оставлю, уйду, нет, ты не можешь это оставить. Я говорю, ну, а что плохого делать? Они говорят, нам запрещено принимать подарки, там, от граждан и какие-то вот эти самые вещи, да, и в итоге позвали какого-то заведующего к кухне, он пришел, я говорю, ну, вы возьмите там потом, он говорит, да, мы не имеем права, запрещено и все остальное, там уже такая кутерма собралась, я говорю, ну, хорошо, я уже приехал, что мне делать, да, они говорят, вот, возьми свою пиццу и иди вон через дорогу в дом престарелых, а там реально как бы через дорогу дом престарелых, находится многоэтажка, в которой живут пенсионеры, которым вот одинокие, которым там некому за ними ухаживать, они живут в таком как хостель, не хостель, но это многоэтажное здание и там сконцентрировано живут эти старички и старушки, вот, и он мне говорит, ну, иди вот туда со своей пиццей, да, я эту пиццу собираю, выхожу, думаю, дурацкая ситуация какая-то, я хожу через дорогу, реально захожу, там тоже какая-то дежурная сидит, я говорю, вот, я вам пиццу принес, вот, позовите там, пускай кушают, и они начинают спускаться, там, их позвали по какой-то ромкой связи, кто может, пожилые люди с ходунками, да, кто-то там это сходятся, они там, дрожащей рукой нет волнения от того, что они уже дрожащие руки пожилые, эти бабушки действительно там эту пиццу разбирают, разрывают. Я смотрю на это и думаю, что это какая-то вот, это какой-то очень удивительный момент, это какое-то очень, очень чистое, добро в чистом виде в таком, да, что моими руками Бог решил покормить этих людей пиццей, да, и потом я когда спонсору звонил, я говорю, я не очень понимаю, получился ли у меня девятый шаг или нет, но вот так вот произошло, я ему рассказываю. Он говорит, это лучшее, что мог Бог сделать в этой ситуации, да, ты шел с пиццей в одну сторону, да, а в итоге покормил тех, кого действительно, кому действительно это нужно, эти люди действительно были рады этому, да, и действительно ты принес пользу в этот момент. И по большому счету, о чем девятый шаг полиции, да, о том, что ты был плохим гражданином, да, и теперь ты стал более, ну, чуть-чуть более лучшим гражданином, да, и это действительно получилось. Ты пришел, покормил бабушек, там, дедушек в доме престарелых, и действительно это был такой акт, чистый акт добра, так скажем, да. Я это очень ярко для себя помню, потому что это было вот такое прям, меня вот прям вот развернули в моменте и отвели меня в другую сторону, да, вот туда, вот там применяют добро, да, в этой ситуации. Вот, это, ну, вот такой был девятый шаг, и по большому счету я понимаю, что девятый шаг для меня сегодня это стараться жить, ну, более, более лучшим человеком, так скажем, во всех ситуациях. Более, быть более лучшим водителем, быть более лучшим покупателем в магазине, быть более лучшим соседом, да, и это часто нелегко, да, часто хочется там толкаться в очереди, там, послать кого-то нахер, там, да, и все остальное, но мы же решили, что я жил и приносил ущерб, да, опять же, там, тот же пример с водителем, например, да, я понимаю, что я был плохим водителем, я бухой ездил, я подрезал, я там, пипикал на всех, я мог там по пояс в окно высунуться, орать, там, ты козел, мудак, куда прешь, и все остальное, да, и я долго не мог понять, как мне компенсировать ущерб водителям, да, вот, вот они все эти водители ездят по улицам, как, что я могу сделать по поводу ущерба, да, как я могу стать, исправить эту ситуацию, и однажды мне позвонили из некоммерческой организации, сказали, здравствуйте, мы некоммерческая организация «Зеленый свет» называемся, да, мы готовим волонтеров, которые ходят по школам и объясняют детям важность соблюдения правил дорожного движения, также эти волонтеры потом после школы стоят в желтых жилетах и переводят детей, когда первоклашники, там, идут после школы, они помогают первоклашкам, ну, не только первоклашкам, вообще детям переходить дорогу, и вы можете помочь нам подготовить, ну, то есть, вы нам сделаете пожертвование, а мы за ваше пожертвование подготовим таких волонтеров, я говорю, сколько стоит подготовка волонтера одного, они говорят, это стоит, там, я сейчас не вспомню, там, 200 долларов, что-то такое, да, я говорю, хорошо, я готов пожертвовать на, вот, постоянной основе эту сумму, и я вот понимаю, да, сегодня, там, за 7 лет 5 или 6 таких волонтеров за мои деньги было подготовлено, да, это мой взнос в то, что наши дороги стали безопаснее, да, это мой взнос, это исправление того, что я был, вот, плохим водителем по отношению к окружающим, да, я, с одной стороны, я стараюсь ездить хорошо, я стараюсь, там, да, ездить, там, да, зеленый свет, там, нормально парковаться, там, не подрезать, ничего такое, да, но этого недостаточно, да, мне нужно как-то исправить то, что было, и вот, ну, вот Бог такую мне ситуацию показал со справлением, ну, вот, такие, такие две истории, да, я могу, у меня много девятых шагов, я могу долго рассказывать, но я надеюсь, может быть, есть еще какие-то вопросы интересные по этому поводу, ну, по этому ли поводу, или по-другому, спасибо. Спасибо, Денис, очень красиво, и такие девятые шаги, спасибо. Ребят, я не вижу единичек, включайте микрофон и задавайте вопросы. Видимо, спикер неинтересно, ничего спросить его. Нет, очень интересно, а бывает, что он, Виктор, включу микрофон, Виктор, говори. Виктор, алкоголик. Привет, Виктор. Привет. Вопрос такой, вот, ты очень хорошо рассказал, что тебя привело к онкологизму, какие там дефекты характера привели, что ты, ну, ну, вот, что ты делал, чтобы, в кавычках, стать алкоголиком. Вот вопрос такой, вот, если вернуться сейчас на 30 лет назад, что бы ты себе посоветовал себе, 14-летнему, вот, что делать или не делать, чтобы не стать алкоголиком? Отличный вопрос, спасибо. Это отличный вопрос. Это то, что я сегодня делаю со своими детьми. Я отдаю отчет, ну, во-первых, я не сказал, я, мой отец бухал и умер в 60 лет от последствий алкоголизма, и, конечно же, он ни в каком АА не был, да, ничего, он тупо был работягой на заводе, пил, два инсульта, два инфаркта, в итоге там сердце остановилось и все остальное. То есть 60 лет это очень мало, по моим, на мой взгляд, да. Вот, и на моих глазах это все было, да, но я ничего из этого не вынес, да, то есть я, мне, он как бы раздражал, мне не нравился, но я не вынес из этого никакого урока, так скажем. Хотя, кроме того, что я не хотел быть как папа, но я, вопрос, ни пить не стоял для меня никогда, да. Так вот, что бы я сказал себе 14-летнему, это то, что я говорю себе, то, что я говорю своим детям сегодня, да, что очень важно понимать, что не все люди одинаковые, да, что есть вещи, которые, ну, алкоголизм это болезнь, да, и что зависимость от алкоголя или наркотиков, это не вопрос культуры, это не вопрос питания, это вопрос физиологии в первую очередь, да, и во вторую очередь вопрос воспитания характера, да, каких-то там черт характера. Я не думаю, опять же, да, я уверен или не уверен, что если я, например, как бы это правильно сформулировать, то есть то, что у меня была предрасположенность и дефекты, дефекты моего характера были во мне изначально, да, как и физиологическая предрасположенность, я не думаю, что этого можно было бы избежать, вот что я пытаюсь сказать, да, но я уверен в том, что если бы я хотя бы хоть что-то знал об алкоголизме, если бы мне дали какую-то информацию, я, возможно, бы как-то вел бы себя по-другому, возможно, бы я меньше пил или бы раньше обратился за помощью, да, потому себе 14-летнему я бы попытался дать максимальное количество информации, я бы дал, дал бы, вот как я сыну недавно, например, книжку прочитать, да, я бы, я бы послал себе какие-то ссылки на фильмы, на спикерские, да, то есть человек должен понимать, что молодой человек, юный человек, да, большинство все равно сделают все ошибки, которые могут, большинство все равно там выкует косяк, выпьет стакан водки там, да, и все остальное, но что такое здравомыслие, да, здравомыслие, это возможность оценить реальную ситуацию в моменте и оценить последствия этого, да, так вот, как может подросток, как подросток может оценить последствия того, что он делает, нужно дать ему максимальную информацию о том, что есть люди вот такие, есть люди вот такие, есть у людей развивается зависимость, есть люди, которые, да, я бы постарался дать эту максимальную информацию, но, кстати, как у нас в книжке написано, да, Что мы сегодня видим людей с предрасположенностью к зависимостям. Но часто очень мало что можно сделать по этому поводу. Я на самом деле, вот я сейчас отвечаю на этот вопрос, я в то же время думаю, я думаю, что невозможно избежать этого. Это не из той серии, что кому-то суждено спиться. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что я по рождению, да, вот листик на березе, да, один листик такой, а один листик с дырочкой там, да, и покватился. Да, ты, что мы можем сделать, чтобы этот листик был уже без дырочки? Да ничего не можем, он уже листик, листик вот такой, да. Потому я по рождению по-своему, у меня отец там пил, возможно, его там отец пил, да. То есть во мне там 75% вероятных предрасположенность к алкоголю, да. Я родился там в каких-то там условиях, поздний брак, там, поздние роды какие-то, там, еще что-то, да. То есть целая цепочка событий. Это из той же серии, да, там, почему кто-то рождается с диабетом, кто-то вообще там с идиотизмом или кто-то там рождается с какими-то проблемами. Это следствие определенного набора, ну, определенного в течение обстоятельств. Так и я думаю о том, что я уже был алкоголиком гораздо раньше, чем я им стал технически, да, чем я начал спиваться. То есть я родился с определенным набором химическим предрасположенностей, да. Но, несомненно, несомненно, мне бы сильно помогло наличие информации, мне бы сильно помогло понимание того, что со мной происходит, и я бы гораздо раньше обратился за помощью. Потому что последние, в моем употреблении, последние 5 лет или 4 года, я прям, у меня сильно обрушилось состояние здоровья. Я прям, ну, очень много во мне органов пострадало вследствие употребления, да. И я никак это не связывал одно с другим, да. То есть у меня гипертония, у меня диабет, у меня там изменение печени и все остальное, да. И это все случилось как-то вот там в 34-35 лет, это как-то пришло все. И я продолжал пить ежедневно и удивляться, почему я такой больной человек, да. И, возможно, если бы мне в 14 дали больше информации, дали бы мне книгу вот эту нашу почитать. И еще, возможно, я бы, ну, хотя бы попытался получить помощь раньше. И сегодня есть, кстати сказать, целое вот движение молодежи в АЭЭ, и есть группы, там, наш молодняк, или как-то так оно называется, или что-то такое, там, она в интернете. Там люди из 16 лет, 17 лет уже в сообществе. Это кажется странно, думаешь, ну, когда же ты спится успел, что ты уже трезветь пришел в 17 лет, да. Но это большое чудо и большая радость, что есть такое, что не нужно пить всю жизнь и приходить в 40-45 лет в сообщество, да, и за помощью, что можно получить помощь раньше. Потому что, несомненно, одно из моих таких сожалений, что я поздно протрезвел. Потому что я сегодня, ну, 44 года, током профессии нету, здоровье потеряно, материальные какие-то моменты упущены, да. И много чего я уже не успею в этой жизни сделать, просто, ну, по времени. И если бы я протрезвел хотя бы лет на 10, раньше я бы, ну, наверное, много чего бы изменилось в моей жизни в лучшую сторону. Хотя, опять же, если мы помним о том, что Бог руководитель, если мы помним о том, что все в этом мире от Бога, то, возможно, и нет. Возможно, мне не надо было раньше трезветь. Возможно, все произошло, и надо как и должно было произойти. Вот. Опять же, многословно и путано, мне кажется, но в целом, вот такая моя точка зрения. Надеюсь, я ответил. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Тизис. У нас, в принципе, осталось уже 4 минуты. Это на короткий вопрос. Да, я смотрю, вот включил кто-то, да? Или это твой микрофон? Выключил. Смотри, у меня тогда в копке такой вопрос про, опять же, дефекты, вот как это называли, но только в другом русле. Какой из дефектов тебе больше приносил неприятности? Ну, пример, там, например, первое время приносила вранье. Я вот начинаю врать. В процессе вранья я понимаю, что врать вру я, но я уже остановиться не могу. Мне, блин, думаю, да что это за такой человек? Вот, какие тебе вот приносили больше всего неприятности из дефектов? Ну, наверное, тоже нечестность. Наверное, тоже нечестность, при том, нечестность и корость. Да, мне все время хочется чего-то получить в этой жизни, при том, не только материальная корость. Да, я все время что-то хочу получить. Мне все время нужно похвалить, меня все время нужно одобрить. Да, вот это вот стремление получить одобрение у меня очень, очень прям болезненное. Да, вот мне прям... Меня очень сложно похвалить так, чтобы меня это удовлетворило. Как бы меня не похвалили, а меня хвалят часто и хорошо меня хвалят, а все равно мне не нравится, то есть мне не те слова сказали, не так подобрали. Я вот 7 лет трезвости, я 7 раз спикерил, там, да, вот такая, ну, вот, которая имеет в виду спикерская по, ну, вот, юбилейные, так скажем, да. Потом люди какие-то, у нас такая традиция, мы вот на группе спикеришь, а потом какие-то слова люди говорят. Каждый раз они что-то говорили на группе, я каждый раз думал, не то они говорят, не то, не за то они меня хвалят, да, не за то они мне, не те, не мне комплименты говорят. Вот 7 раз это прямо меняет, я каждый раз думаю, ну, что ж тебе нужно еще, да, вот это вот стремление получить похвалу и постоянное неудовлетворение от этого, да. А это же толкает меня на поступки какие-то, да, я начинаю сильнее стараться, я начинаю еще какие-то вещи делать, я постоянно, это доминирует надо мной, да, это доминирует над моими поступками. Я помню, что вот на последней моей спикерской выступал там наш, мой впереди идущий Паша, там, человек, который создал вообще, ну, русскоязычное сообщество в Израиле, он очень много теплых мне слов наговорил, очень, он прям так меня расхвалил там, прям, я не знаю. И вот он закончил говорить, я сижу и думаю, вот приблизился, приблизился к тому, что я бы хотел услышать, да. И вот это вот стремление к похвале на самом деле, это очень, это очень сильно осложняет мою жизнь, потому что это перестает делать мою жизнь чистой в плане эмоциональном, да. И опять же, я там что-то делаю, готовлю, убираю дома, там, приготовил, там, условно, там, я не знаю, котлеты какие-то пожарил, да. Ну, все, простое действие, да, сели, да, сидим, кушаем, да. Жена сидит, молча ест. Что тебе не нравится? Тебе невкусно? Да вкусно, нормально. А что ты молчишь, да? И я уже начинаю зарождать конфликт на том, ну, на ровном месте практически, да. Ведь сделал нормальное дело, да, приготовил еду, все сидят, как бы, едят, все хорошо. Но я начинаю, вот это мое стремление получить похвалу, начинает подталкивать меня к конфликту. Потому что это уже начало конфликта тебе, что невкусно? Вкусно, да, а что ж ты там не похвалила? Ну, я там еще, ну, вот все, и поп-поп-поп-поп-поп, все, вечер испорчен, да, уже понеслось, понеслось, понеслось. И это продолжает жить со мной, это продолжает жить со мной, это, конечно, стало лучше, но это по-прежнему мучает меня, это по-прежнему мешает мне. Как и нечестность. Нечестность, при том, нечестность бессмысленна. Я говорю чушь какую-то, я говорю вещи, которые не являются реальностью, и я не могу объяснить, почему. То есть я иногда могу, там, опять же, пошел за хлебом, рассказал, что пошел за молоком, это по-прежнему присутствует в моей жизни. Я даже в своих спикерских иногда рассказываю истории, которых со мной не было. Я потом себя ловлю, думаю, ну, что ты несешь, да, там, ну, зачем ты это рассказываешь. Это, возможно, ну, какая-то попытка выглядеть лучше, чем я есть на самом деле, там, да, интереснее, чем я есть на самом деле. Притом, это ни разу себя не оправдало, никто не сказал, там, ух, нифига себе, вот эта история особенно хорошая. То есть это история в ряду других историй, но почему-то я их там, их все меньше, их все меньше. Потому что я сегодня, я практически ничего, ничего вам не придумал, да, сегодня все было правда в основном. Но иногда вот это бывает, я прям отлавливал себя на этом, я прям думаю, вот этого не было, ты расскажешь об этом. Ну, вот так, надеюсь, я ответил. Да, спасибо большое. Наша группа подходит к концу. Мы очень благодарим тебя, что дошло время, потому что уже, смотрю, было солнышко такое, уже темно. Потемнело, потемнело, да. Потемнело немножко, да, поэтому большое спасибо, что нашел для нас время и поделился своей историей. Давайте, да, заключительные мысли. Все сказанное здесь сказано в доверии, поэтому возьми, и является мнением, и опытом выступавшего нашего гостя-спикера. Возьмите то, что вам понравилось, остальное отложите в сторону, приходите к нам еще. И молитва, Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другое. Да будет воля твоя, а не моя. Так, все, спасибо. 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 Спасибо.